Для маленького Артема это уже второе новогоднее представление в этом году. Первый праздничный утренник прошел в детском саду. К знакомству с главным российским Дедом Морозом мальчик готовился все утро. На представление надел костюм своего любимого супергероя, чтобы встреча с гостем из Великого Устига точно запомнилась надолго, говорит мама Артема Екатерина. Любой праздник это же да не чудо, а сейчас в последнее время такая суета, суета, и этих людей с не хватает. Я очень рада, что есть такие праздники, на которые с ребенком можно прийти. И вот мы едем, он ждет этого чуда, он ждет Деда Мороза. Традиционно главный российский Дед Мороз первым поздравляет особенных детей. Для них новогоднее представление в этом году прошло на площадке театра Самарская площадь. Для ребят подготовили яркую программу с конкурсами и танцами. Конечно же не забыли и про подарки. Дети с особенностями развития первыми увидели премьеру мультфильма Илья Муромец. Будет показан мультик, который создали дети с особенностями развития. То есть, да, будет мультипликационный фильм о Илье Муромце, но созданный руками детей. Второй остановкой Деда Мороза из Великого Устика стал Дом культуры Заря. Здесь дети встретились не только с главным зимним волшебником, но и с его помощниками. Толбабаем, Кышбабаем, Ямал-Или и другими Дедами Морозами народов по Волжьям. Среди зрителей новогоднего представления дети из семей военнослужащих. Уже после интерактива гостям показали спектакль «Три заветных желания» или «Волшебник изумрудного города». Для нас это большой подарок, поддержка и возможность, несмотря на то, что такая сейчас ситуация, мы переживаем очень, и вообще за ситуацию, за нашему папу конкретно, возможность немножко окунуться все-таки в праздник. Потому что настроения новогоднего особо не было, но вот сегодня оно прям почувствовалось, удалось. Спасибо большое. В наступающем году главный Дед Мороз России пожелал детям и их родителям большой удачи, исполнения заветных желаний, крепкого здоровья, побольше сказочного настроения и чтобы на все добрые начинания хватало сил. Ксения Баканова, Михаил Ермоленко, Константин Головин. События.